Всем привет! Меня зовут Анастасия и именно мой голос вы слышите в распаковках. Сегодня мы сравним два тепловизионных монокуляра популярных брендов Part и Kona. С вами Optic Straight. Поехали! Итак, в сегодняшнем выпуске мы рассмотрим разницу в комплектации, если она имеется, внешнем виде устройств, характеристиках, подключим устройство к телефону, конечно же проведем полевые испытания на разных дистанциях, чтобы посмотреть разницу изображений. Рекомендуем вам досмотреть это видео до конца, так как вас там ждет очень интересный сюрприз. Ну и конечно ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями, это нам очень помогает в продвижении. Всем спасибо, а мы продолжаем! Итак, переходим к комплектации этих приборов. Начнем с парда. Открываем коробку. Вот он наш красавчик монокуляр. Про внешние особенности мы поговорим позже. Что у нас в комплекте идет? Вот такой вот мягенький чехольчик. Ремень. Ну понятно, USB Type-C кабель. Еще один ремень. Зачем столько ремней, вообще непонятно. Так. Еще один чехольчик под монокуляр, такой тканевый, удобненький довольно. Ну конечно же инструкция. Инструкцию нам положили на английском языке. Конечно же, мы же все англичане. Гарантийный талон. В комплекте у парда идет аккумулятор. Так, по комплектации у парда все. Давайте перейдем теперь к кона. Сразу отмечу такую интересную фишечку. Здесь есть такой маленький хвостик и очень удобно вытягивать его из коробки. В коробке нас ждет вот такой вот большой чехол. Открываем его. Так, что у нас внутри? Ну конечно, сам монокуляр. Такие прокладочки, чтобы, не дай бог, не повредился прибор. Дальше. Ну, понятно, USB кабель. Кстати, обратите внимание, здесь под 90 градусом сделан переходничок. Это очень удобно. Гарантийный талон. Инструкция. Она на русском языке. Это плюс. Наглазник такой маленький. И салфетка для протирки. У парда тоже есть салфетка для протирки, если что. Кстати, что касается парда. Настоятельно просим вас заряжать аккумулятор через специальное зарядное устройство. Потому что нельзя заряжать его через сам прибор. Кстати, по поводу распаковок у нас вот здесь, здесь. В общем, здесь где-то появится ссылка на некоторые наши распаковки. Можете перейти по ссылке и посмотреть. На этом с комплектацией все. Давайте перейдем к внешним особенностям устройства и посмотрим, что же у них интересного. Итак, внешний вид. Ну, вы можете как бы наблюдать, да, то, что они выглядят совершенно по-разному. Кона у нас больше, пард поменьше. И по весу они отличаются. Этот чуть тяжелее. Ну, это за счет того, что здесь, во-первых, встроенный аккумулятор. И он у вас больше часов будет держать заряд. У нас кона до 8 часов, а пард до 6 часов. Пробежимся по внешнему виду, по каждому отдельно. Давайте начнем с парда. Итак, у нас здесь начнем с самого первого. Корпус у нас пластиковый. Вот, даже слышно. Удобный ремешочек на монокуляре, да, то есть вы держите вот так вот, да, и, ну, вам удобно. Дальше у нас по корпусу кнопочный блок. Немножко попозже по меню пробежимся и расскажем горячие клавиши для каждой из кнопок. Крышка объектива у нас прорезиненная, закрывается такими вот нажатиями. Да, блин, вот, закрылась. Если плот не закроете, она будет у вас отваливаться. Крышка объектива у нас крепится почему-то к ремню. Вот, не знаю, сомнительно это на самом деле. Фокусировка стандартная. Окулярная тоже стандартная. Что у нас здесь еще? Слоты под карту памяти, USB. Карту памяти мы уже вставили, она не идет в комплекте. Лазерный дальномер. Он такой небольшой, и будем тоже сравнивать с Kona, как они измеряют расстояние, одинаково или нет. Штативное гнездо, разъем. Такой вот батарейный отсек. Как уже говорили, аккумулятор идет в комплекте. В принципе, удобно. Итак, дальше переходим к Kona. Как я уже сказала ранее, он побольше, поувесистее. Он весит уже полкилограммчика. Хотя объективы у нас с Pardom одинаковые абсолютно, 25 мм. Что там, что тут. Крышка тоже прорезиненная, но она уже на таком вот шнурочке. Крепится к корпусу. Корпус здесь тоже пластиковый. Ну, фокусировка стандартная тоже. Окулярная тоже подстройка диоптрийная. В общем, здесь еще наглазник. Мы вам его показывали в распаковке. Кнопка включения у нас находится под окуляром. Кнопочный блок сверху, как и у Pardo. Но вот разница небольшая в кнопке, она вынесена. Порт USB Type-C. Больше здесь ничего нет, потому что у нас встроенная память. Встроенная батарея. Так что заряжать его можно просто вот как раз через разъем Type-C. Дальше. Также штативное гнездо у нас есть. Такой же удобный ремешок. Он такой даже... Ну, мне как-то более поприятнее его держать в руке, чем порт. Так что имейте в виду это. Наверное, здесь у нас все по внешнему виду. Вот можете еще раз взглянуть на различия. Дальномер. Кстати, забыла упомянуть дальномер. У Kona он побольше, чем у Pardo. Можете вот сейчас посмотреть сравнение. Можем открыть вот так вот объективы, показать разницу. Внешние вот. Окулярчики. Ну и ремешочки, да? У Pardo он прям совсем маленький такой. Итак, дальше мы переходим к характеристикам. Хрена, крышечка магнитится. Все. Не падает, очень удобно. Итак, переходим к характеристикам. Что же у нас здесь? В руках у меня Kona Tech Monocular Tracer 25 LRF PRO, что означает монокуляр идет с дальномером. У Pardo то же самое. Это Pardo модель TA3225 LRF. Он тоже идет с дальномером. Начнем с сенсора. Разрешение матрицы и у того, и другого одинаковое. 384 на 288. Объективы 25 и там, и там, что следует из названия, как вы поняли. Размер пикселя 12. Чувствительность у Kona 30, а у Pardo 35. Начальная кратность у Kona 2,4, у Pardo 2,6. Ну, это совсем незначительно. Цифровое увеличение у нас у Kona до 4 крат, а у Pardo до 8 крат. Палитры. У Kona их 6, у Pardo их 7. Дальномер у обоих имеется. Он на измерение до 1000 метров. Разрешение записи видео 1024. В целом, очень неплохая картинка должна получиться. Итак, функционал. Кстати, на мой взгляд, у Kona меню интуитивно понятнее, чем у Pardo. Но это все субъективно. Давайте сейчас пробежимся по основным горячим клавишам этих двух приборов. Так, сейчас мы вам покажем горячие клавиши. И на экране будет выводиться некоторые из функций этого прибора. У нас сейчас это Kona Tracer 25. При коротком нажатии на стрелочку вверх у нас будет меняться палитра. Вот сейчас вы можете видеть на экране, как это выглядит. Если мы долго жмем на кнопочку, то у нас будет меняться цифровое увеличение. Тоже можете сейчас смотреть. Кнопка меню короткое нажатие. Это у нас калибровка. Длинное нажатие войти в меню. Такое вот включение. Соответственно, долго нажимаете. И у нас он включается и выключается. Дальше. Кнопка вниз. Короткое нажатие у нас выбор медиа. То есть мы можем сделать фото, сделать видео. И на меню обратно мы выходим из этого меню. Дальше. Дальномер флажок. Это вот эта кнопочка. Долгое нажатие у нас активирует эту функцию. Он в режиме сканирования нам измеряет. Можете вот сейчас тоже посмотреть на экране, как это работает. Кнопка вверх и меню у нас горячая клавиша, которая открывает нам сразу настройку яркости. И следующая комбинация горячих клавиш это вниз. И кнопка меню у нас открывает настройки контрастности. Также сейчас вам покажем видео по меню, что у нас имеется. Картинка в картинке, настройка, настройка резкости, настройка яркости, настройка контрастности, разные пользовательские настройки. Картинка в картинке, настройка, 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 настройка. Итак, по парду у нас здесь клавиши плюс, минус, флажочек, кнопка включения и кнопочка меню. Давайте начнем с плюсика. Плюс у нас короткое нажатие активирует цифровое увеличение. Можете сейчас тоже посмотреть на экране. Длинное нажатие у нас это выбор файлов. Двойное нажатие, картинка в картинке открывается, вот тоже можете посмотреть. Кнопочка меню, короткое нажатие, здесь у нас вход в меню. Длинное это активирует у нас красную точку. А двойное нажатие у нас здесь есть смена сценариев. Смена сцен, лес, город и тропический лес. Кнопка минус. У нас короткое нажатие смена по литр. Можете сейчас вот и наблюдать тоже. А длинное нажатие это сделать фотографию. То есть нажимаем, у нас делается фотография. Дальше, дальномер флажок, он же. Короткое нажатие у нас измерение включается, активируется режим дальномера. Можете тоже это сейчас посмотреть на экране. Длинное нажатие у нас записывает видео. И двойное нажатие, калибровка сенсора. Горячих клавиш здесь нету, как у Кона. Дальше мы посмотрим, как подключать эти два прибора к телефону. Итак, мы переходим к подключению этих устройств к телефону. Сейчас по очереди подключим их и покажем вам, как это вообще делать. В общем, я включаю запись экрана на телефоне, чтобы вам транслировать. Давайте сначала зайдем в настройки меню у парда. И здесь выбираем Wi-Fi. Включаем. Вот, сейчас Wi-Fi у нас здесь работает. Соответственно, здесь мы заходим в настройки Wi-Fi на телефоне. Так, вот у нас появился парт. Он уже автоматически здесь подключается. Пароль, имейте в виду, от 1 до 8. Но это в инструкции тоже вы найдете. Так, у нас подключился парт. Заходим в приложение, которое мы скачали заранее. Парт Vision. Так, коннект у нас произошел. И вот, пожалуйста, мы можем уже наблюдать картинку с прибора. Можем поставить его на штатив таким образом. Делать фото. Снимать видео. Вот, пожалуйста, прям с устройства. Также дальше мы можем перейти в файловый менеджер. И даже здесь сразу скачать себе все видео на телефон, который мы хотим. Так, дальше мы переходим к Kona. И сейчас я тоже здесь включу запись экрана. Прибор у нас включен. В настройки зайдем сейчас в меню, чтобы включить Wi-Fi. Здесь все это легко делается. Включаем. Все, Wi-Fi включен. Далее мы заходим в настройки Wi-Fi. И также мы здесь подключаемся к Wi-Fi у монокуляра. Такой же здесь пароль абсолютно. Он также написан в инструкции. Заходим в приложение. Также мы его скачали заранее. Kona Tech называется. Вот так оно выглядит. Можете посмотреть. Что у нас там дальше? Вот, пожалуйста. И сейчас мы видим наше видео с прибора. Вот. Здесь можно в настройках включить также запись. Вот она, пожалуйста, пошла. Кстати, на экране монокуляра не отображается, что запись идет только на экране телефона. Также отключаем нажатие. Ого, звук. Вот это да. Фото делаем уточек, например. Ах, это фото, звук. Это звук у нас фотографии Kona. Отлично. Также мы заходим в фото, видео можем зайти. Также это все скачать. Видео, вот, пожалуйста. Вот оно, оно одно есть. И скачать его. Что у нас по настройкам? Да, собственно, все. Так, ну что, переходим к полевым испытаниям этих приборов. Итак, установим наши монокуляры на штатив. У нас вот такое специальное приспособление. Сейчас мы закрутим его. Соответственно. Да еб твою налево, блядь. Поднимаем наш штатив. Надеюсь, он не упадет. И сейчас возьмем монокулярчики и установим их вот сюда. Так. Устанавливаем эти монокуляры. О, пригодилось. Так, в общем, мы установили два монокуляра. Настроили их примерно одинаково на дальний берег. Можете вот посмотреть. У нас здесь прекрасный берег, который здесь облюбовали утки, люди. Сейчас мы посмотрим, измерим расстояние до людей, которые находятся на том берегу. И у парда, и у кона. И сравним как раз, как они измеряют. Какая погрешность у одного, а какая у другого. Есть ли разница. Так, приплыли уточки. А мы включаем дальномер у парда. И он нам показывает расстояние где-то 245-250 метров. То же самое мы сейчас сделаем у кона. И лазерный дальномер. Он нам показывает примерно такую же дистанцию. 255-250. Ну, то есть, по сути, у нас плюс-минус 5 метров. Погрешность. Это вообще не страшно. Так что дальномер у нас работает и там, и там. Неплохо. Расстояние до объектов 250 метров. Выключаем дальномер. Кстати, у парда очень сильно пищит. В режиме сканирования постоянно находится. У кона такого звука нет. У парда прям вот послушайте. Слышно? Вот. Прям ужасно. Неприятный звук. Давайте посмотрим на палитры. У одного и у второго. В общем, расстояние. Ну, в принципе, видно, да, что там люди находятся. Вот. В принципе, вы можете наблюдать, что и там, и там. Хорошо различимы люди. Утки тоже различимы. Вот. Можем перевести немножечко на уток. Наведемся. Так. Укона. Вот они, красивые уточки. Сейчас наведем резкость. Фокус на уток. Переводим сейчас немножечко на другой, еще дальше берег. Вот у нас другой берег, видим. И сейчас измерим расстояние до другого берега. Там как раз стоят разные у нас кафешки. Так, здесь у нас показывает 437-436 метров на парде. Укона включим дальномер. 420 метров где-то. Здесь у нас уже получается погрешность чуть-чуть побольше. Да, там прям 500 он идет. Вот. Именно до этого здание вот укона 426 метров. А у парда 435. А, ну в принципе одинаково тоже практически. Так, теперь попробуем приблизить. Вон там, кстати, видно тоже человек ходит. Вот, пожалуйста, расстояние 400 метров человека у парда. Да и у кона вполне себе видно. Давайте приблизим сейчас картинку у парда. Раз. Два. Конечно, появляются мурашки, шум. Так в целом вообще ничего практически не видно. Ну, видно, что что-то двигается, но не особо. Вот так, то есть на 400 метров у нас вот так видит прибор. В целом неплохо. Вот, все четко различимо. Давайте палитры посмотрим. Следует еще сказать такую вещь, что производитель заявляет дистанцию обнаружения у кона 1770 метров, а у парда это 2200, соответственно, на 25-м объективе. Если брать объективы другие немножко побольше, соответственно, дистанция обнаружения будет больше. Также пишите в комментариях, какой прибор вы бы приобрели для себя. А мы переходим к выводам. А теперь специально для тех, кто досмотрел это видео до конца. Мы объявляем конкурс. Конкурс будет проходить в социальной сети ВКонтакте. Подписывайтесь на нашу группу Optic Straight. Ссылка будет в описании. И ждите конкурс, он будет в начале сентября. Не пропустите! А если ты левша, как? Ну, типа, всегда с правой стороны я не могу вот так сделать, да? Ну ладно. Так, ладно. Мы сравнили эти два монокуляра практически по всем параметрам. Внешние особенности сравнили, сравнили. Меню сравнили. Их в полевых условиях. Вы картинку видели, и поэтому можете вообще сказать, какая картинка лучше. По мне так обе практически одинаковые и ничем не отличаются. На момент съемок парт стоил 144 тысячи рублей. Кона стоил 155 тысяч рублей. Не знаю, почему такая разница в цене в 10 тысяч. Наверное, из-за размера. Добавили больше материала, и цена выросла. По дальномеру скажу, что они измеряют абсолютно одинаково. Плюс погрешность плюс-минус 5 метров. Но это вообще незначительно. Поэтому здесь никаких нареканий нет. Так что выбор только за вами. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами был OpticStraight. До новых встреч.